Ну ладно, движемся вперед. Борьба с невежеством в семье. Вот самое главное в борьбе с невежеством в семье – отвлечься от невежества в семье. Пока вы с этим боретесь, невежество возрастает. Попытайтесь понять, что надо делать. Первое, что преодолевается – это атмосферы. Нужно создать хорошую атмосферу. Попытайтесь понять, как атмосфера влияет на всех. Даже тараканы меняются в сознании. Вот мы с женой приехали в один дом. То есть мы снимаем там то один дом, то второй. Пока своего жилья нет, все деньги из лекции идут на духовное развитие. Мы пока вот так вот живем. И приехали в один дом, сняли дом. И там, ну здесь вот такие вот тараканы же у вас, да? А в Краснодаре вот такие большие. Такие здоровые такие тараканы. Настоящие такие, крутые. Вот. И настоящие восточные тараканы, понимаете? Вот. Уважающие себя. Вот. И, ну, знаете, когда мы только приехали туда, они вообще наглели по-черному. Вылазит, когда хотят. Что хотят, делают. Потом начали молитву там читать. Знаете, такие все скромные стали. Такие вылазят, только ночью покушали, залезли такие. Даже усы не высовывают. Ведут себя вообще просто очень порядочно. Даже тараканы, понимаете? Даже тараканы меняются от того, что идет, занимается духовной практикой. У нас, у меня вот ребята учатся. Учатся в медицине. Там живут целая команда ребят такие. Как бы они учатся, хотят методики выучить. И мы там в этом месте завели. Там духовные профессиональные молитвы проходят. Там все. И мы там завели собаку. Она собака. Она очень благородная такая, хорошая собака. Она в знак благодарности, что мы ее завели. И в первый же день загрызла двух гусей. Головы гусей принесла и бросила мне в ноги прям. Пожертвование. Благости. Ну, сосед прибежал, мы ему заплатили деньги за гусей. Все как положено. Вот, все нормально. Вот. Собаку посадили на цепь. И начали кормить освещенной пищей. Вот теперь слушайте, как атмосфера влияет на сознание даже собаки. Я уж не говорю о нормальном, как бы, мужике. Понимаете? Вот теперь слушайте внимательно. Собака просто ела освещенную пищу. И все. Вся ее духовная практика на этом была. Первое, что произошло. Мы начали наблюдать. Она сидит на себе, гаскает на себе. Думает, что это и есть то, что мы хотим. Мы от нее этого хотим думать. Она начала есть освещенную пищу. Дальше произошло следующее. Слушайте внимательно. Первое, что произошло. Она начала сначала кормить дворовых псов всех, а потом кушать сама, что останется. Потом дальше, следующий этап. Там была еще кошка, с которой она гавкалась постоянно и гоняла ее. Она начала также кормить эту кошку. Как именно она это делала? Как животное кормить? Да, она стояла и ждала просто. Животное подходило и кушало. Она ждала, потом сама начинала есть. Вот так она себя начала вести. А потом дальше произошло интересное событие. Когда наступила зима и стало холодно, мы заметили, что кошка вылазит из будки собачьей. Оказывается, она спала на собаке на этом. Всю ночь заходила и спала на собаке. Потом и та не дергалась. Кошка на собаке начала спать. Вы где-то видели вообще такое чудо или нет? Дальше происходило еще кое-что интересное. Когда наступила весна, то эту собачку мы видим, что вот уже все, как бы она стала святой. Гавкает на кого надо. Если свои приходят, она виляет хвостом. Но стала возвышенной собачкой такой, святой. Мы ее отпустили. И она пошла за калитку там, где ходили гуси. И потом мы увидели, что гуси, она лежит такая на солнышке, а гуси ходят по ней. Как гуси, которым она перегрызла глотки в самый первый день, они уже по ней ходят. Представляете, как собачка поменялась? Неужели вы думаете, что у вас мужик не поменяется, если вы создадите правильную атмосферу? Как победить невежество в семье? Не трогайте никого. Не надо, чем больше мы мучаем людей, тем больше они звереют. Потом с собачкой будет жить легче, чем с мужиком, понимаете? Не трогайте, не надо никому на раулучение читать. Вот это близкие люди в невежестве живут, это ваша судьба, это ваш путь жизни. Простите их с помощью молитвы. Создайте атмосферу духовную в доме. Повесьте вместо там всяких артистов эстрады, повесьте изображения святых. Если, допустим, у вас две духовные традиции, ну повесьте в двух духовных традициях. Если муж скажет, мне не нужна твоя духовная традиция, мне нужна только моя, ну повесьте в его духовные традиции, везде изображения, ну то, что положено вешать. Ну поймите, что надо что-то делать, связанное со святостью. Нужно пищу в молитве готовить. Готовите и просто молитесь. Это уже значит, что пища освященная. Пустите, я вижу вас, сейчас это говорю. Вот. Постепенно ваша квартира наполнится духовной силой. Как только духовная сила в квартире появляется, с ней происходит то же самое, что и с человеком, который приходит куда-то в храм. Вот в трусах в одних храм можно зайти или нет? Нельзя. Совесть не позволит. Так? Ну надо быть дебилом совсем, чтобы это сделать. Но тебе помогут потом понять, как правильно туда заходить. Вот. Ну то есть люди в храм, когда заходят, у них вспыхивает совесть. Я вот задавал уже в начале лекции вопрос. Почему так? А потому что там есть сила духовная. Понимаете? Там есть определенная энергия, которая не дает возможности там вести себя плохо. Даже дома перед алтарем человек без штанов не пройдет. Понимаете? Потому что от него идет сила. Он чувствует, что что-то не то. Вот по этой же причине человек, когда приходит пьяный в ту квартиру, в которой все намолено, у него сразу же совесть начинает играть в сердце. Он начинает действовать. Он чувствует, что что-то не то. Понимаете? Так действует духовная атмосфера. Просто начните с этого. Не надо мучить своих родственников. Как бороться с невежеством? Вставай, страна огромная. Берите шашку, мочите всех подряд. Не надо этого делать. Не надо. Вот. Просто поймите, что первое, что нужно сделать, это принять свою судьбу. Вот так вам в жизни устроено, что у вас такая жизнь, такая судьба. Если родственники ничего не понимают, как правильно жить. Кто-то гуляет, кто-то пьет, кто-то наркоманит, кто-то игроманит, кто-то компьютером манит. Кто-то еще что-то делает. Это ваша судьба просто. И все. Начните очищать квартиру своей чистотой. Вы увидите, как близкие люди начнут меняться. Это неизбежно. Человек, где живет, таким и становится. Вот вы посидели в этой атмосфере три дня. У вас полностью поменялось мышление за три дня. Не потому, что я такой хороший, а потому, что здесь столько хороших людей. Посмотрите, люди слушают об этом, о важности, как правильно жить уже третий день по три часа. Это какие люди сюда пришли хорошие. И они друг друга, вы друг друга ощущаете. Своей чистотой, своим восприятием мира. То же самое произойдет у вас дома. Вот давайте расскажите мне, у кого уже произошло или происходит. У кого меняется, вот женщина, давайте микрофончики. У кого меняется в семье все. Только не вопрос, а именно ваш опыт рассказывать. А потом можно вопрос? Нет, сначала опыт. Сначала стулья, потом деньги. Опыт такой. Мы с мужем пожили 30 лет. Я хотела еще поскольку женщины рассказать, но не решилась. И разошлись. Три с половиной года жили отдельно. Но он меня ждал. А я слушала вашу лекцию, потому что хотела понять, почему... Ну, что была причина нашего развода? Столько прожить. И не помню теперь, какая лекция, но услышала однажды. Вы сказали, что если один из супругов разведенных не женится и ждет второго, то это нужно Богу. После этого я вернулась в семью. Но поначалу живем снова уже 4 года. Сразу зарегистрировались снова. Он мне, конечно, я занималась духовной практикой, как только с момента развода. То есть вот уже где-то 6 лет, даже больше. И муж мой принимал Бога, но не верил, в духовной практике не занимался. Выпивал периодически и так далее. Я начала с того, о чем вы сейчас говорили. То есть у нас иконы были. Я повесила иконы, потом повесила изображение Господа, той духовной практики, в которой я сейчас нахожусь. Стала включать духовную музыку постоянно по утрам. Он сначала ворчал, потом стал слушать, а теперь подбивает. Я стала готовить просад. Ой, извините. Ну, не важно, освященную пищу. Освященную пищу стала готовить. И через некоторое время, буквально, может быть через год, может даже меньше, он у меня спросил. А зачем ты носишь? Он мне в нашей квартире сделал маленькую комнату, алтарную. Там я молюсь. Зачем ты туда носишь пищу, которую готовишь, для освещения? Как это делать, он меня спросил. Я ему сказала. Теперь он сам это делает. Это неизвестно, понимаешь? Это неизвестно. Неизвестно происходит то, что люди... Солнце невозможно не заметить, понимаете? Когда солнце приходит в дом, человек радуется. Душа, она вечное отношение с Богом имеет. Она радуется Богу. Она не может не радоваться. Точно так же, как мать, когда рождается маленький ребенок, а через него судьба еще не действует. Через него видно только его душу и все. Когда мать смотрит на своего маленького ребенка, она видит душу только в нем. И она не может не заметить чистоту. Она не может не вдохновиться этим. Она не может быть равнодушной, понимаете? Точно так же и человек, когда чистоту видит в доме, в жене, во всем, что его окружает, он вдохновляется, его сердце радуется. Оно испытывает счастье. Я когда жил в Тольятти, там, понимаете, очень такие тонкие стены, панельные дома, такие эпохи социалистической культуры. Там надо было больше построить, неважно как. И, ну, то есть, даже слышно голос, как говорят люди, просто, ну, не громко, а просто вот обычно слышно. Не то, что о чем они говорят, а просто голос слышно, понимаете? Если начинают ругаться соседи, то слышно все очень сильно. И у нас соседи постоянно ругались, была однокомнатная квартира. И я просто включил духовную музыку. Через где-то 6 или 7 дней она играла с утками. Но она играла так, что, скорее всего, они не слышали. Или слышали, может быть, чуть-чуть. Через 6-7 дней тишина в студии. Вообще никакого руганий, вообще просто тишина в студии и все. Подтвержение. С правой стороны, когда у мужчины что-то падает, значит, это благоприятно. Значит, так и есть. Вот. Да, есть знаки такие. У женщины с левой стороны что-то происходит благоприятно. У мужчины с правой. Вот. И... Может, это знак, что вода кончивает. Вот. Вот. И что дальше произошло? Мы уехали в отпуск. Приезжаем, опять ругань. Опять поставили духовную музыку. Прошло опять несколько дней, опять тишина. И причем, знаете, ругань так затихает, затихает. Как раз затихло совсем. Но работает конкретно система. У кого примерно то же самое происходит? Поднимите руку. Есть такие люди? Вот, видите, как бы это все работает. Не сомневайтесь в этом. То есть, понимаете, человеку не хватает духовной энергии в квартире. Почему мы ругаемся с родственниками? Почему нам не нравится, что они пьяные приходят? Меня все тошнит от этого воротят. Но не могу с ним жить. Не хватает духовной энергии. Вот представьте, у вас квартира намоленная. Там освещенная пища. Там все как бы... Ну, огоньки духовные горят. Потому что огонь тоже очищает атмосферу. Надо зажигать, чтобы огонь возле иконы ставить. И так далее. Мужик заходит пьяный. Ну, ничего почти не поменяется. Ну, чуть-чуть как бы потяжелее станет. И все. Вы не будете чувствовать, что вас колбасит от него. Трясет. Скорее наоборот. Он как бы... Ему будет стыдно заходить в такую квартиру в пьяном виде. Понимаете? Все будет наоборот в результате этого. Вы говорите, как помочь человеку-игроману там? Да не надо ему помогать. Ему просто не хватает счастья. И все. Люди все делают глупости из-за того, что не хватает сердца, энергии и счастья. Они просто не знают, как это делать правильно. И все. Ну, дайте, сделайте правильно. И ему тоже будет хватать. Всем будет хватать. Вот и вся система. А вы, Геннадий Ильич, можно я все-таки спрошу? Конечно, можно. Ну, просто очень наборевшая такая тема. И тем более. У меня в семье, у сына, жена, ну, у них очень лязная квартира. Там, уйдет, видимо, болезнь. По левой руке пошла, значит. Со свалки. Что-то тяжело у вас там совсем. Очень тяжело. И мы предлагаем уже полгода перебраться к нам. Мы живем одни в трехкомнатной, но невестка никак не хочет. И я вот сейчас просто не знаю, что делать. Там трое детей. Вы не справитесь, вам не надо предлагать. Что делать? Молиться. Вот смотрите, когда судьба тяжелая, лучше действовать сначала на расстоянии. Первый этап. Вы начинаете, тут тяжесть сердца за свою невестку, там, или дочь, или сына. Вы начинаете направлять просто тяжесть есть, вы молитесь. Потом дальше что наступает, сердце успокаивается. Потом вы начинаете чувствовать, что вы справитесь с этим совсем. И когда вы почувствуете, что справитесь, пусть переезжают. Они и сами захотят. И тогда уже дальше вы сможете рядом с ними тоже в молитве побеждать эту судьбу и победить со всем. Сейчас вы не справляетесь. У вас пострадает здоровье. У вас очень слабые сосуды головного мозга. И если вы будете, ну, как бы их отпустили близко, то вы не выдержит ваш организм. Услышали меня, нет? Поэтому Бог и не пускает. Он держится на расстоянии, чтобы правильно все было. Спасибо большое. Вам спасибо, что пришли и слушаете, помогаете мне. Есть один удивительный человек, который немножко по-другому читает лекции. Он очень академически так читает, очень интеллигентно. Его зовут Василий Тушкин. Кто слушал его лекции? Есть такие? Понравились? Да. Пожалуйста, приходите. Он приезжает сюда так же, как я приехал. Это будет 2-3 мая с 17 до 19, 4-5 мая с 18.30 до 20. Вот. Он очень много интересного говорит по ведам и рассказывает просто академически, как это знание устроено, какие там есть интересные вещи и так далее. Как это с сознанием связано, с подсознанием, что такое Вселенная, что такое перевоплощение, что такое, как рождается, как сформируется психическое тело после того, как входит человек из жизни. Все подробно узнаете. Он такой академического плана человек, очень интересные лекции читает. Я сам с удовольствием слушаю, мне тоже нравится. Вот. Потом есть еще один такой человек. Его называют, зовут Вячеслав Рузов. Это такой мой соратник, близкий человек. Вот. Он очень образованный. У него очень много знаний. Он такой немножко прямой. Прямо рубит правду, прямо нормально так. Вот. Но он очень много говорит именно конкретно, конкретно такой философский. А знаете, я больше даю так информацию эмоционально и пытаюсь достучаться до вас. А он говорит, вот, практически много вещей, которые помогают в жизни. Дает советов много. Вот. Техники различные, там, молитвы и все прочее. Он приезжает 15-16 мая. У вас прямо можно не заканчивать слушать лекции. У вас все одно, второе, третье. Начало 18-30. Вот столько людей не ездило в Пермь, насколько я знаю, до этого, да? Так что приходите, изучайте. Бог видите. Я не знаю, зачем вы мне книжку-то принесли. Это подписать, что ли? Да, подписать. Все, я понял. Понял, понял, все. Вот. Есть еще кое-что для вас интересненького. Вот. Здесь есть центр развития личности. Тоже ведически называется Сарасвати. Телефон 271-34-74. Если не успели записать, еще раз, 271-34-74. Если опять не успели записать, то по Е можете найти этот телефон. Вот. Что происходит? Лекции, семинары, различные выездные предприятия на природе. То есть можно тусовку свою найти. Кулинарные курсы, творческие вечера и так далее. Есть еще клуб «Благость» такой. Это клуб по всему миру существует. Такие клубы «Благость» – это люди собираются, обсуждают мои лекции. В таких клубах уже по всему миру больше 300. Люди собираются, обсуждают лекции, пьют чай, делятся впечатлениями и расходятся. То есть к какой вере это относится – никакой. То есть клуб «Благость» предназначен, его концепция – это межрелигиозная платформа. То есть люди просто приходят общаться друг с другом, их никуда никто не тянет, ни в какую веру. То есть просто люди изучают, как правильно жить. Все информации на планшетах можно прочитать в фольге. Мы продолжаем нашу беседу. У нас сколько времени сейчас? Пол седьмого. Давайте я сейчас немножко вам расскажу про саму технику молитвы. Что делать? Что делать? Поподробнее, когда мы будем с вами еще раз, еще раз говорить об этом, чтобы вы научились это делать, а потом мы с вами еще потренируемся. Я хочу немножко обратную связь. Вас устраивает эта информация вся? Вы что-то получили за эти три дня? Нормально? Как-то что-то прорвалось? Кто ничего не понял? Поднимите руку. Ну, нормально, слава богу. Все что-то поняли. Я не понял, как молиться. А? Я не понял, как молиться. Спрашивает. Супер, вы не поняли, как молиться. Супер, микрофончик. Я просто амбицирую, а молиться так и так бывает. Давайте, давайте. Сейчас мы чуть-чуть-чуть. Для всех. Говорим для всех. Давайте вот микрофончик, да, мужчине. Вот, молодец. Быстро бегает. Все, сейчас быстро будет. Вы там это, продолжайте бегать. Нам нравится, как вы бегаете. Вот. Пускай вы будете передавать все микрофончики. Так. Я никогда не молился, никогда не молился. И молиться не буду, да? Нет? Как я не сказал. Хорошо, я шутил просто. Все нормально. Правильно. Я просто медитирую, медитирую. И во время медитации, скажу, ну, главная часть медитации, когда я просто я обращаюсь к нему, то есть он есть. Он есть. И он по-разному. Чтобы молиться именно так вот. Ну, то есть я иду к нему и что ли, ну, благодарю. Супер. По-своему. Супер. У меня отсутствует именно какая-то молитва. Господи, пластик там или еще что-то. Супер. Вот этого нет. Супер. И немножко меня заинтересовало, меня много заинтересовало, потому что в лике молиться. Ощущая, что это мы все очень, не просто благостно, а тоже для всех, но в это и хорошо работает. То есть это ваш опыт. Ну, а ваш опыт этому можно только поклониться. Спасибо вам большое. Вы сейчас прям вскрыли эту тему. Давайте вот очень хорошо, видите, хороший, искренний человек взял, вскрыл тему. Смотрите, в молитве есть две, два слоя, две стороны медали, два слоя. Один слой рассказан уже. В молитве один слой, это называется слой ума, умственной деятельности. Умственная деятельность состоит из медитации, из памяти о чем-то. Человек вспоминает что-то. Медитация означает вхождение в гармонию. Существует такое слово русское. Рита. Рита, 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 Маргарита. Такое слово русское Рита существует. И также существует санскритское слово Рита. Слово Рита означает ритм, вселенский ритм. Видите, один и тот же корень, вселенский ритм. И когда человек соединяется со вселенским ритмом, это называется медитацией. То есть он соединяется со вселенским ритмом. Этот вселенский ритм исходит из Бога, приходит в сердце, человек чувствует спокойствие, радость. Его ум успокаивается. И это действие соединения со вселенским ритмом называется ритуал. От слова Рита опять, видите, да? Это ритуал, то есть соединяется со вселенским ритмом, называется ритуал, слово. То есть человек, когда он просто садится, настраивается, входит в состояние благостное, такое чистое, светлое, и он соединяет свой ум с этим ритмом вселенским, он чувствует его сам как-то внутри себя, и это приводит ум в порядок. Но в уме находится карма. Можно ум привести в порядок, но если ты хочешь действовать вперед и побеждать судьбу, то ум этим не занимается. Уму нужно только счастье, ему нужна энергия счастья. Ты энергию счастья ему дал, ему хорошо, все. Воевать он не будет. У него другая философия. У него философия, то есть получение счастья. Получил счастье, все. На плевать, на плевать, надоело воевать. Моя хата с краю, ничего не знаю. Вот ум, то есть он не хочет воевать, он просто медитирует, хочет счастья, и все, до свидания. Счастье есть, до свидания, все. Но ведь надо решать проблему. Надо жить вперед, надо достигать близкого человека, надо прощать ему, надо, чтобы он вдохновился меняться. И столько всего нужно сделать, понимаете? И все это действие происходит в разуме, а не в уме. А чтобы разум начал действовать, для этого существует другая практика. Если ум действует через память, через память ум настраивается, через память, то разум настраивается через звук. И звук точно так же, так как мы сами не знаем, куда должен пойти звук, и так, как он пойти, мы вообще ничего об этом не знаем, вообще ничего. Мы не знаем, как жить в звуке. Мы знаем, что можно матягнуться там, но вот как настроиться на звук чистый, светлый, как его в себе культивировать, как сердце почувствовать, как отдавать. У нас нет опыта. И поэтому существуют молитвы тех людей, которые знают, какие звуки, какие слова надо говорить, чтобы достигнуть очень сильного результата. Самые лучшие молитвы, это когда произносится имя Бога в молитве. Или обращается к нему Господь там, Богородица, Дева, радуйся. То есть, когда обращается к Богородице, а еще лучше, если мы не о своей проблеме говорим, а прославляем Бога, радуемся Ему. Понимаете? То есть, мы к Богу обращаемся, не с проблемами, а с любовью. Богородица, Дева, радуйся. То есть, у меня нет никаких проблем. Ты есть, ты сам решаешь все проблемы, а я хочу радоваться тебе. Все, я хочу жить для тебя, я не хочу для себя жить. Я уже устал всех просить, мне надоело. Я хочу просто приносить всем радость. И Богу в том числе. Своим поведением, своим, как я действую. Надо направить свое сознание на Бога, а не на себя. Не надо ничего конючить, уже хватит. Надо просто служить, потому что настоящая жизнь означает обмен. Если вы Богу что-то дали, Он тоже с удовольствием дает. Вы еще Ему назад даете. И Он вам больше, а Вы Ему еще больше. И так будет обмен, и вы будете счастливы. Он столько Вам может дать, вы не унесете, понимаете, потом. В конце концов, все равно Бог побеждает в этом створе. Когда человек служит Богу, он возвращает назад. Человек еще больше служит. А потом что происходит? Человек падает без сознания, понимаете, наступает духовный транс. Что такое духовный транс? Это когда он столько уже дал Богу, а Бог дает еще больше. И человек наполняется такой духовной силой, что он не удерживает психику, он падает просто. Это состояние называется духовным трансом, понимаете? И он когда встает, думает, что я так время потерял столько в ногах, лежал, что-то балдел. Надо же молиться! И он опять вперед. Понимаете? Но так живут святые люди. То есть они хотят служить Богу больше, чем Бог им дает. Они все равно побеждают Бога, понимаете, в своем служении. И от них исходит сияние. Все люди, которые рядом, они становятся счастливыми. Так живет возвышенный святой человек. Представьте, что вы ставите голос, звук этого возвышенного человека, какого-то рядом с собой. И вы, как он, пытаетесь считать молитву. Представляете, какая сила через вас начнет проходить. Немножко времени пройдет, и вы в сердце, кто-то вот женщина говорит, я так плакать захотелось. То есть сила эта заставит вас почувствовать эту вот глубину и все прочее, понимаете? Это все происходит через звук, потому что с звуком связан разум. Разум идет вперед. В нем находится вера. В нем находится сила победы. В нем находится знание. В нем находится способность влиять на близких людей. В нем находится прощение. В нем находится принятие. В нем находится покаяние. Все это находится в разуме. Ум просто думает, помнит и находится в своей несчастье. А разум действует, это действующая структура, но разум живет в звуке. Поэтому все и молятся не про себя, а вслух. Когда человек молится про себя, что-то читает, действует ум. Когда человек вслух начинает, действует разум. Почему некоторые люди вслух не хотят, не хотят включать разум? Им и так хорошо жить. Включать разум надо заставить себя вслух произносить, заставить себя. Некоторые думают, что шепотом буду повторять, не хочу вслух, стесняются. Разум означает звук, не надо стесняться. Подскажите, пожалуйста, я всегда вынусь, тоже прославляю имя блока, и ничего конкретного не прошу. Супер. Моя мама, благодаря... Я ей одну книжку дала, она очень сильно ударилась в православие. Ударилась или полюбила Бога? Полюбила, неправильно сказала. Неправильно сказала или неправильно чувствуете? Нет, я... Ну, я не знаю, я, может быть, и сомневаюсь, но, по крайней мере, есть... Не может быть, а сомневаетесь. Я вижу, что какие-то есть изменения в ней, но она... Моя дорогая, поймите, не нам решать, какие отношения с другим человеком Бог будет строить. Ну, чего вы вот решили, что он должен строить такие же, как вы с ним отношили? Я ее не вину, просто она мне давала такие молитвы конкретные, я их не читала, но говорила, что читает, то есть там, там, не знаю, здоровье детей или там, чтобы шла таково. Ну, классно же, ну, классно, вы же не за себя, вы за здоровье детей молитесь. Так это же классно. Ну, мы же здесь тоже повторяем, я желаю всем сейчас, разве это плохо? Вот представьте, вы садитесь перед Богом, Господи, помоги вот этому человеку, помоги вот этому, так это же разве плохо? Вы же не за себя просите, вы за людей просите, вы за себя забыли в это время? Так это же вообще еще лучше. Спасибо. Не будьте такой сухой, живите глубокой жизнью, пытайтесь помогать в своей молитве другим людям. Я же за вас прошу, прошу каждое утро в молитве, каждое утро хочу, чтобы у вас все получилось. Эти лекции почему вы так вот слушаете? Потому что они промоленные уже, понимаете? Я каждое утро хочу, чтобы у вас все получилось. И Бог откликается, понимаете? Ну, почему бы вам так не захотеть? В чем проблема? Это же классно так жить. Я бы хотела, чтобы вы сказали, вот очень многие люди и в моем окружении, и я еще, потому что не знала, почему многие люди искренне молятся, но они торгуются с Богом. И меня это как бы раздражает. Ну, в плане того, что я так же делала, и в итоге у меня еще хуже становилось. К примеру, Господи, пожалуйста, помоги там, к примеру, сдать экзамен, и я обещаю, что целую неделю буду ходить и ставить свечку. Это же торговля. Ну, каждый выживает, как может. Вот если к Богу нет, как бы, чувств, ну, тогда торговля. Ну, хотя бы так, понимаете? Ну, Бог, он милостивый же, он говорит, ну, хорошо, ладно, давай, так, вот такие отношения строить. Я тебе экзамен, ты мне свечку. Вот. Ну, как бы, если по-другому не получается, ну, тогда коммерческие отношения, деловые тогда, пожалуйста, какие угодно. По Богу, все равно, как мы к ним придем. Деловые отношения. Я помню тебя еще, как бы, как ты водку пил, все. А теперь деловые отношения со мной строишь. Ну, слава Богу, давай хоть так свечку ставь за экзамен, вот тебе экзамен, пожалуйста. Но, понимаете, но если человек не деловые отношения с Богом строит, а вот просто искренне хочет ему служить, Бог думает, Господи, ну, наконец-то до него дошло. Как вот нам надо любить друг друга? Мы же давно уже рядом в одном сердце живем. Ну, давай познакомимся, вот. Познакомиться-то пора уже, пришло время, понимаете. Он же на вопрос-то на все наши отвечает. Почему я не замужем? Кому мы кричим? Ему кричим в сердце. На вопросы все отвечают, все. Или не отвечает, устает отвечать уже. Ну, сколько можно отвечать уже? Каждый раз одно и то же говорю и говорю. Молчит иногда. Ну, ваш вопрос по молитве у нас. Вопросы же по молитве, правильно? По молитве у вас вопрос? А, у вас теперь, да? Вы ближе к микрофону. Хорошо. Скажите, пожалуйста, некоторые утверждают, физические лекторы, что молитва это не главное, что главное отношение с людьми. И в этом отношении к Богу проявляется. Нет, это неправда. Я не согласен с этим. То есть пожертвование молитвы это одно, а вот это еще и с людьми? Это путь. Это путь. Есть люди, для которых важнее отношение. Потому что у них нет отношений с Богом. Но когда человек уже встал на эту стадию, тогда нельзя сравнивать отношения с людьми и отношения с Богом. Потому что есть источник света. Допустим, главное это светить фонариком. Это факт. Но если батарейка кончилась, все тогда. Главное потом подзаряжаться будет. Человек не может только отдавать людям. Ему нужно только заряжаться. От кого он заряжаться-то будет? Да, я понимаю, что человек берет силу из молитвы. А потом отдает людям. То есть нельзя разделять эти две вещи. Отношения с людьми возможны, если ты берешь силы от Бога. А если тебе неоткуда брать силы, то какие будут отношения? Ты же не Бог сам, ты не источник света. Тебе надо заряжаться и отдавать. А разве люди вокруг это не проявление Бога? Это факт. Когда мы добрые дела людям делаем, то в это время Бог радуется, дает силы. Это факт. Но бывают такие ситуации, когда ты сам попадаешь в тяжелую ситуацию, и ты не можешь уже отдавать. Ты сам нуждающимся становишься. И в это время ты не обойдешься без молитв. Это факт, что человек может просто жить, делая добрые дела. И этого, в принципе, достаточно, чтобы Бог в сердце был доволен. Но бывают ситуации, когда тебе напрямую к нему придется обратиться, потому что у тебя нет силы отдавать. Ты стал истощен и пустой. Тебе нужна помощь. Получается, молитва важнее добрых дел, так? Конечно. Потому что если человек не молится, какие он добрые дела будет делать? Откуда у него будут браться силы? Спасибо. Олег Геннадьевич, спасибо Вам большое за Ваши лекции. Во-первых. Это Вы не тот мужчина, который первый раз пришел, который его диагностирует? Нет. Это похоже. У меня вот вопрос касательно предложения пищи. Вот при сеансе... Освещение пищи. Освещение пищи. Мне вот понятно, я вот священный писательник этой традиции, не понимаю, там нигде не написано, что нужно именно ставить божество. Он говорит, да, кто предложил мне плот-плот, листок там, тот... Вам надо пищу освещать так, как в Вашей традиции описано. А если Вы хотите понять все, что Бог делает, Вам лучше застрелиться. Он делает столько всего и по-разному, что нам понять невозможно. Поэтому человеку лучше всего развиваться в рамках своей духовной традиции, которая понятна. В разных духовных традициях все по-разному, потому что люди разные. В одной духовной традиции не надо, допустим, кланяться изображению людей. В другой, наоборот, советует это делать. В одной традиции как бы Бога лебед из глины, и Он входит в это изображение, чтобы человеку как бы помочь, понять его лучше, потому что он не понимает, как его почувствовать еще по-другому. В другой традиции, наоборот, человек может почувствовать Бога просто через молитву, и Он ничего не лепит. Везде все по-разному, понимаете? Вы не сможете спрогнозировать, как Господь действует. Он может действовать и так, и так. Человек может просто молиться и в сердце сказать, Господь это для тебя, все, достаточно, пища освященная. Другим недостаточно, и надо ставить на алтарь. И Он точно так же эту пищу освящает, как человек просто в сердце ему говорит. Есть тысячи разных способов, как Бог строит с нами свои отношения. Это непостижимо. Мы не сможем все это описать и понять. Просто попытайтесь действовать не так. Вы сейчас чем занимаетесь? Вы занимаетесь умствованием. То есть вы пытаетесь все понять. Не зная, что знание приходит к человеку по милости. Начните просто освящать пищу. И все варианты освящения пищи в ваше сердце придут сами. Но если вы думаете об этом, тогда вы не сможете это все понять. Это все равно, что я приду, допустим, к президенту Путину, перед Белым домом, и буду ждать, когда он ко мне выйдет. Ну давай, выходи, брат. Сколько можно ждать? Но он не обязан, понимаете, выходить ко мне. Так и Бог вам не обязан открывать все свои тайны. Понимаете? Он не обязан. Но если вы будете ему служить, если я стану, допустим, стражником возле этого дворца, я буду отдавать честь, он заметит несколько. Молодец! Олег Геннадьевич! Вольно! Я раз, руку опущу, и как бы все. Заметил меня президент страны. Супер! Понимаете? Потому что я ему служу. А если я буду просто умствовать там, хочу то узнать, хотя, ну мало ли, что ты хочешь узнать. У меня есть государственные тайны свои. Одна из государственных тайн – это то, что есть разные веры, они предназначены для разного склада людей. И поэтому я отгораживаю каждую веру одну от другой. Для того, чтобы человек спокойно развивался в своей культуре веры и понимал, что это вот все очень четко работает, все так. А в другой – по-другому, потому что другой – это человек совсем. Люди же все разные. Там другая культура, другая вера. И Бог тоже для него так же по-своему все сделал. Все нормально. Веру-то как выбрать? А ее не надо выбирать. Веру не надо выбирать. Веру не надо выбирать. Это, ну, не надо ничего выбирать. Надо просто развиваться, как личность. Надо развиваться, развиваться, она выберется сама. Вот как, допустим, девушка говорит, Олег Геннадьевич, вот знаете, все парни вот такие, они вроде все хорошие, а она подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, за мной сразу трое ухаживают, фотки такие, бац-бац-бац, три фотки передо мной. Кого убирать? Я говорю, никого. Она говорит, а как, что делать, они же хотят, чтобы я была их женой, три человека. Я говорю, ну и, что делать теперь? Она говорит, а вот я и спрашиваю, что делать, я не знаю. Я говорю, вам надо просто, просто, знаете как, держаться от них на расстоянии и изучать, людей изучать. Постепенно люди открываются, понимаете, просто общаться как-то, изучать, но не приближаться, не строить близких отношений. И постепенно открывается, кто из них вот, как бы, как этот, может подошел к двери, да, к светлице такой, ухо подставил, и одна говорит, я как бы для батюшки царя готова приготовить пир. Вторая говорит, я могу наткать, как бы, на весь мир. А третья говорит, а я богатыря бородила. Он думал, ох, вот это мне надо, богатыря хочу. Вот, и вот взял, выбрал эту вот девушку. Это же классика жанра, он поизучал, что хочет. И вот богатыря хочет родить, а мне богатырь как раз и нужен. Все, женимся. Понимаете, то есть, точно так же и верить, то есть, ну, изучай просто. Если ты не знаешь, то изучай, все нормально. Изучай там, ходи туда, смотри, знакомься, все, никуда не привязывайся, просто изучай, все. Придет время, бог откликнется в сердце, сто процентов. Нет, коротко. Видимо, тяга, что, на лице есть у меня что-то, но мы сухой делаем так. Уже лет восемь, сидим со стол и говорим, ну, чисто наше, свое личное. Наверное, мы будем не согласны. Приятного аппетита, с любовью, благодарности. Отец Турецкий, благослови, иду на нашем столе. Благослови нас, отец Турецкий. Благодарю, аминь. Супер, супер. Я еще увидел бы литву, а сейчас я подумал. В принципе, я... Супер, супер, отлично. Теперь еще, знаете, надо, что сделать? Вы чем занимаетесь? Вы, ну, как бы, общаетесь с ним. Вы общаетесь с ним во время, перед едой, может быть, после еды и так далее. Вы общаетесь. А есть еще один вид отношений, который, он гораздо глубже. Понимаете, когда ты садишься рано утром, и смотришь, как бы, на девушку рано утром, и думаешь. Я тебя люблю, 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 я тебя люблю. Можно не садиться, а просто идти и повторять в своем сердце. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Как вы думаете, откликнется или нет? Но если человек постоянно повторяет, я тебя люблю, это называется молитва. Молитва означает, что человек не хочет заканчивать отношения. Рядом кто-то находится или не рядом. Он хочет строить эти отношения, продолжать, потому что он не может без них жить. Понимаете, когда человек помнит о ком-то постоянно, и день, и ночь, это называется молитва. А когда он еще вслух что-то говорит, это уже тогда молитва разумом, она приближает к цели. Если человек о чем-то думает, просто это одно, а если человек вслух говорит, это совсем другое. Приведу вам пример. У меня была несчастнейшая жизнь просто. Моя первая молитва была необычной. Я страдал, как не знаю кто в детстве, потому что родители ругались, постоянные пьянки-гулянки, мать бил, отец. Ну то есть я уже не знал, куда мне деваться, то ли удавиться, то ли застрелиться. Вот, и я живу в Тольятти, такой городок рабочий, он строился еще в это время. И я жил прямо в самом последнем доме, и дальше было поле такое большое, и дальше лес. И как-то я просто выбежал такой в отчаянии, мне было лет 12, наверное, был маленьким ребенком еще таким. И я побежал, побежал в это поле, было уже темнело, такое солнце садилось, наступало сумерки, там никого не было, просто снег, снег и лес виднеется, и город с другой стороны. Бежал, 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 бежал. И потом, когда я прибежал, я упал на снег, начал плакать. Когда выпалкался, я сел на колени, поднял голову вверх, я не знал ничего про Бога, что Он есть, я жил в социалистической стране. Потом поднял руки вот так вверх, вот так вот, и закричал. Это был звук уже, я закричал. Первое, что было в этом крике, это принятие. Я сказал, я готов страдать столько, сколько надо, до 28 лет. Все страдания, пожалуйста, до 28 лет. Но я не так говорил. Вот так, до 28 лет, я готов страдать, сколько надо. Я кричал в небо. Но в 28 лет я узнаю правду, как жить. Вот так и закричал, затрясло меня вот так вот. И пошел назад потом. Кому я кричал? В 28 лет я познакомился с физическим знанием. Все произошло так, как было крикнуто. Один в один. Это называется молитва, понимаете? Я не знал, что это молитва. Но молитва была очень искреннее, она сбылась. Просто попытаюсь понять, что такое молитва. Молитва – это не просто разговор с Богом. Это когда ты уже в отчаянии что-то делаешь, понимаете? Это молитва означает, что ты с ним разговариваешь серьезно уже, понимаете? Не просто там договорился. Но это тоже, это не то, что я не против, а вот поймите, что я так же делаю точно так же, как вы. Перед едой, там после еды, я тоже там, Господи, все, как бы, спасибо тебе, там, и так далее. Ну, это супер. Это то, что надо делать каждый день. Я говорю сейчас про другое. Я говорю про то, что есть еще другое, понимаете? Когда ты садишься просто, и просто, вот, просто, понимаете, вот, я хочу быть ближе к тебе. Я тут один, одинокий, понимаете? Мне трудно тут жить без тебя. Без тебя, без твоей любви, я прожить, конечно, сумею. Без тебя, без твоей любви, не смогу я прожить ни дня. Понимаете? Вот что такое молитва. Пытайтесь это понять. И это надо в своей культуре, в своей традиции, не надо ничего менять. Жизнь короткая. Ко мне приехал пациент один лечиться. Он говорит, вот у меня такая вера. Я, как бы, там, что-то еще изучил, прочитал. Мне тоже понравилось. Может быть, мне веру поменять? Я посмотрел на нее, говорю, слушайте, а вы знаете, сколько вам жить вообще, нет? Он говорит, нет, не знаю. Я говорю, а жить нам всем недолго. А менять веру долго. Поэтому просто вот там, где есть, оставайтесь и просто двигайтесь вперед. Вот у нас так мало времени. Надо приблизиться к Богу. Надо узнать, что есть святость. Надо узнать, что есть люди, которые уже живут правильно. Надо узнать, что есть победа. Надо узнать, что семья может сохраниться. Надо узнать, что муж может бросить пить и курить, и гулять, и все, что угодно. Надо это все в своей жизни узнать. Мы знаем только поражение в своей жизни, потому что мы не сталкивались еще с источником счастья. У нас нет этой силы пока, потому что мы не знаем, что это такое. У нас нет знания. Но это все надо за эту жизнь узнать, потому что если вы узнаете, другая жизнь будет другой. Вы даже представить себе не можете, какой она будет. Один из людей, которые тоже лечились у меня, он тоже с женой вот так вот приехал, находился, вернее, не приехал, находился в этом месте. И жена мне рассказывает, ну как бы я, он тоже болел раком, этот человек. И произошло следующее. В один из дней, то есть человек жил в молитве, он духовной силой обладал огромной. И в один из дней жена рассказывает, что ему, он услышал как будто звонок. Ну, некоторые говорят, пресмертная галлюцинация. У врачей все есть, как бы, на все есть слова. Но эти галлюцинации были необычными. Но слышал звонок из телефона, который не звонил. Он взял трубку, сказал, да, мой дорогой духовный учитель, я понял все, спасибо, я буду делать так, как вы говорите. Позвонил ему духовный учитель и сказал, готовься очень скоро, в ближайшее время ты придешь ко мне. И он начал молиться целыми днями и ночами. На следующий день, где-то в полдень, он говорит своей жене, посмотри, какая благодать-то вокруг наступает. Я не знаю, что происходит. Красота какая, посмотри. Чистота вокруг. Она говорит, где что-то, я ничего не вижу, где благодать-то наступает. Она говорит, ну, в окно хотя бы загляни, посмотри, там какая красота. Она в окно заглядывает. Да нет никакой красоты. Поворачивается к нему, а он вот с этими открытыми глазами, в таком состоянии радости, улыбки, счастья уже ушел из жизни. Вот так надо из жизни, мои хорошие, уходить. Вот для этого предназначена человеческая жизнь. А не для того, чтобы воспитать, вырастить, нарожать и помереть. Рассказываю вам еще одну историю. Хотите верьте, хотите нет. Она произошла в Днепропетровске. Пора заканчивать, да, прошу. Она произошла в Днепропетровске. Рассказываете или нет? Я поселился в квартире одного человека, который тоже изучал ведическое знание. Он только начал изучать. Ходил на мои лекции, на лекциях у меня произошло озарение. После одной из лекций, я по два месяца тогда читал лекции, после одной лекции он подошел ко мне. Говорит, пойдем во двор. Я говорю, что там делать? Ну, пойдемте, пожалуйста. Мы вышли во двор, он мне показал, видите, вот эти две собачки. И такой он заплакал, такой я говорю, вижу. Говорит, сейчас я кое-что скажу, потом сами решайте, что это значит. Потом мы вышли, и он начали мне рассказывать. У меня были родители, они ругались постоянно, пили, очень были привязаны к этому дому. Постоянные какие-то разборки из него, они оставили жизнь друг за другом, ушли из этого мира. Потом, через шесть месяцев после того, как они ушли из этого мира, начали постоянно скулить, постоянно, несколько ночей скулили под крыльцом два щенка разных пород. Я открыл дверь, они сразу бежали, как будто к себе домой. И, ну, я думаю, ну, раз так, и Бог хочет, чтобы они здесь жили, ну, пусть живут. Сделаем две конуры. Когда они начали подрастать, я заметил, что они очень гавкают друг на друга, не любят друг друга, ругаются постоянно. Вот, а потом я заметил, что вот самка, вот, щенок, самка, она любит ту же самую пищу, что мой отец. И похоже на него внешне, лицом, мордой. А самец любит ту же пищу, что и моя мать, и похоже на него внешне. На него внешне. А потом я увидел, что у них такой же характер, такие же повадки, все то же самое. И потом я начал чувствовать, когда вы говорили о законе перевоплощения, вдруг мне дошло. Мне кажется, что это мои отец и мать. Опять появились в этом доме. Его просто застрелило так вот. Когда он мне показал фотографии своих родителей, я посмотрел на этих собачек, у меня не было никаких сомнений, что он прав. Если вы не хотите в следующей жизни родиться собачками, тогда, пожалуйста, услышьте о том, о чем я здесь говорю. Человеческая жизнь не предназначена для того, чтобы стремиться заработать побольше денег, сколотить себе домик и спокойно там помереть. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы узнать, что есть Бог, что я душа, что у нас есть глубокие вечные отношения. И тогда, когда ты узнаешь об этом, и домик, и семья, и дети, все тебе принесет в этой жизни высшее благо. Сдал свои экзамены, будь счастлив. Никто не против. Но надо понять, для чего мы живем. Это самое главное. Если человек это понять не может, он будет страдать и страдать, страдать и страдать в этом мире. Потому что мы не животные. Бог нам дал разум для того, чтобы мы изучали, как правильно жить. Нам недостаточно просто радоваться жизни. Недостаточно. Время уже нет. Лекция должна закончиться. Поэтому раз у нас такая река, Кама называется «Любовь», чтобы вы знали, река необычная, священная, течет в вашей местности. Речка быстрая, серебристая, в нашей местности практика, красавицы, люди добрые, речку называют. А пока-пока-пока-пока, мишка, а пока-пока-пока, мишка, по быстрому камушкам река бежит. Итак, делаем то же самое, что вчера. Отстаямся на голос возвышенного человека. кланяемся объекту своей святости. Если нет веры, то найдите просто святого кого-то. Мать Терезы, Серафим Саровский, столько возвышенных святых. Я хочу тебе служить. Я желаю всем счастья. Потому что Бог хочет, чтобы мы всем желаем счастья. В этом наше служение. Вот и все. Вот так вот. Счастье почувствовали, отдаем. Не почувствовали, тогда кланяемся просто. Слушаем голос, кланяемся. Слушаем голос, кланяемся. Пришло счастье? Отдавайте. Счастье в сердце появилось. Не думать «О, теперь муж вернется». Не надо об этом думать. Отдавайте. Я желаю всем счастья. Не думайте о своих наградах и победах в это время. Сесть надо прямо. И погружайтесь, погружайтесь, погружайтесь. Вас никуда никто не тянет, не торопит. Просто погружайтесь в эту атмосферу отношений с чистотой.